Вот еще хочу поделиться по поводу иллюзий, в которых мы пребываем, когда начинаем этот бизнес. В каких иллюзиях пребывают начинающие свое дело молодые сетевики? В 1996 году я начал свой путь в индустрии МЛМ в качестве дистрибьютора компании, которая занимается продуктами питания для снижения веса и так далее. Там было много разных продуктов, я был потрясен идеей, замыслом и я бурно стартовал. На школах, на тренингах рассказывали, как надо работать и главный метод был тогда, который и не обсуждался, эффективность и действенность его была очевидна. Надо клеить объявления, находить клиентов, продавать им продукт, а из них потом набирать себе дистрибьюторов. И меня научили мои спонсоры, сказали во всяком случае, тебе надо сделать объявление, вот примерно так они выглядят, с разным текстом, с картинкой. И потом клеить по заборам, по дверям, на подъездах, на улицах, на столбах и так далее. Чем больше расклеишь, тем больше у тебя будет клиентов. Вот и все, клеить надо много. Я все это, конечно, выслушал молча, а про себя подумал, ну и дураки же вы все. У меня в голове почему-то была совершенно ясная картина, четко, четливо, как надо действовать. И я понимал, что эти умники, более опытные люди, все спонсоры, все вышестоящие, кто там уже давно работал, все они, конечно, заблуждаются. Надо действовать совершенно по-другому, считал я. И нечего тут пуп рвать. Короче говоря, я принял такое решение. Вместо того, чтобы пойти в полиграфическую какую-то фирму, там и напечатать объявления, пачки и начать их клеить, я рассуждал просто, думаю, у меня есть машинка пишущая. Найду сейчас папиросные бумаги, потоньше. Через копирку, пачками, напечатаю нужный мне текст, расклею и все. И рассуждал таким образом. В компании есть разные товары. Ну, например, товары для снижения веса, товары для набора веса, те же самые, только в разной комбинации. Духи, продукты для того, чтобы избавиться от запора, например. Продукты для того, чтобы там улучшить какие-то функции организма отдельные. Значит, там есть косметика разнообразная. Там есть, ну, короче говоря, много чего там есть. Было. И я действовал просто. Я сел и написал мелким шрифтом, чтобы вошло все мелким шрифтом. На папиросной бумаге я написал, что. Внимание. Предлагается к продаже продукты для снижения веса, запятая. Продукты для набора веса, запятая. Продукты для очистки кишечника, запятая. Продукты для того, духи высшего класса из Парижа, значит, косметика французская, очистители, там, маски и так далее, и так далее. Фильтры для воды. Ну, короче говоря, все, что было, я все подробненько переписал. Ну, а потом сделал, мне говорят, два-три таких лепестка с телефоном, там, с картинкой. Я говорю, зачем два-три лепестка? Надо много лепестков. И я много узеньких полосок, а на них вот так вертикально номер телефона. Номер телефона, чтобы я рассуждал так, чтобы каждый человек мог взять себе телефончик, выбрать то, что ему надо из всего этого предлагаемого списка, и тогда будут звонить, и я только буду доставлять продукты. Я был взрослый человек, мне было уже много лет. Я пребывал в таких иллюзиях. Более того, я расклеил примерно 40 объявлений, 40-50, не более. Даже меньше, по-моему. Аккуратненько наклеил в течение двух часов, а может быть и трех. Все эти, значит, бумажки серенькие на папиросной бумаге, представляете, какая тут была у меня мощная реклама. И не уходил, я остался ждать возле столбов. Вот где-то там, в районе рынка, я так поклеил это все. И стал ждать, когда люди начнут подходить и отрывать талончики, чтобы понаблюдать, какой эффект произвело мое внедрение на этот рынок. Какой я произвел там фуру. Но, к моему удивлению, никто даже пальцем не пошевелил, ухом не повел. Никто даже не обратил внимания на то, что появились в числе других. Я другие объявления как будто не видел. Большие, красочные, разноцветные, синие, желтые, красные. Я их не замечал, я видел только свои. Самые лучшие в мире объявления. Ни один человек, конечно же, не только не отпрыгнул, он даже не заметил всего этого мышиного писка. Я был в таких иллюзиях. Я пребывал в таком диком заблуждении. Я был настолько наивен, я был настолько дезориентирован и не понимал, где я, что я, кто я, как мне действовать, что со мной вообще происходит, какой у меня может быть эффект и так далее. Я был просто никто. Просто никто. Если бы я разочарованный, а я был жестоко разочарован результатами, бросил, то я бы никогда не узнал, что оказывается, работает, а тогда объявления эти работали, работает, когда ты клеишь каждый день 200, 300, 400, 500 объявлений. Каждый день. Их срывают, они обрываются, их мочит дождь, а ты их снова клеишь снова. И тогда у тебя есть выход. Тогда тебе позвонит человек 20, может быть 30, может быть 10, может быть 15. И если ты удачно ответишь по телефону, то ты назначишь 3-4 встречи, может 5. И ты 2-3 встречи состоятся, 1-2-3 максимум сделки ты сделаешь. Это будет очень хороший выход. Я этого не знал. Это я узнал потом, впоследствии, через годы. Потом я понял, что клеить надо за минуту 20 объявлений. Что в одной руке должен быть клей, в другой и в этой же руке между пальцев зажаты листовки. Через плечо должна быть сумка, в ней лежит пачка и дополнительный клей. И бегать надо бегом. Тогда ты можешь обольшую территорию накрыть. И ты клеишь, левая рука у тебя свободна. И ты правой рукой зажимаешь вот эти листовки, в ней же клей. А левой рукой только выхватываешь очередную листовку, пшикаешь на специальной бутылкой, которая приспособлена, чтобы только надавил и клей брызнул. И клей специальный. И ты бегом бежишь и клеишь. Боже, это был такой контраст, я потом вспоминал со смехом. Я прям, ну, ну, просто смешно. А вот теперь я вам скажу. Сколько сотен раз я рассказывал своим дистрибьюторам, как надо клеить объявление. Они смотрели на меня стеклянными глазами и делали примерно так же, как я говорил. А потом будет, а у меня никто не хочет. Никто не хочет согласиться с тем, что, ну, мало кто верит в то, что профессиональный человек работает и зарабатывает деньги таким образом. Вот потому что человек пребывает в иллюзиях. Он не подготовлен, он не ориентируется. Пришел. И вот здесь очень важна обучаемость, способность удержаться в трудное время, не поддаться разочарованиям. И удержать тебя может только одно. Только одно. Внутренняя энергия, которая заставляет тебя каждый день вставать и что-то делать. А что это? А это мечты, это желания, это долги, это огонь внутри, который заставляет тебя двигаться. Если ты глубоко понял механизм сетевого бизнеса и понял, что только здесь, только здесь есть реальный шанс у тебя подняться по-настоящему, то тогда ты преодолеешь все эти сложности. Ну, сейчас никто не клеит объявления, это не актуально, это уже не работает. Но некоторые клеят. И когда я им говорю, это не работает, сегодня они продолжают клеить, потому что они видят на заборах там объявлений, которые клеят риэлторы, предлагая, или покупая, или продавая недвижимость. И они, у меня сейчас есть партнеры, которые работают в интернете и продолжают даже клеить объявления. Я говорю, это не надо делать, это не работает, они делают это. И я одно время нервничал, а потом понял, ну, надо человеку самому пройти этот путь, видимо. Короче, к чему я клоню? У нас супер бизнес. Я свято верю в то, что бизнес наш самый лучший. Но нужно преодолеть первые, самые тяжелые, самые трудные. Вот во всех видах деятельности люди растут по карьере постепенно, и чем больше они растут, тем больше им ответственности, больше объем работы, больше коллектив, которым они управляют, и так далее, и так далее, и так далее. И поначалу у них такие простые действия, функции такие несложные. В нашем бизнесе все начинается сразу. Надо много работать сразу, сразу. Надо быстро разобраться сразу, как этот механизм действует, и начать делать. И вот тут роль системы, роль спонсора, но это отдельный разговор. И отдельный разговор, не хватит времени на это. Просто я хочу сказать, что иллюзии, в которых пребывают новички, очень опасны. И нужно избавляться от них как можно быстрее. Для того, чтобы избавиться, в нужный момент, в самый первоначальный момент, нужно довериться тем, кто уже здесь работает, кто тебя пригласил в этот бизнес. Если тебе не внушают авторитет, не кажутся авторитетными людьми, которые непосредственно тебя привели, посмотри на вышестоящих. Посмотри, что они делают, как они делают, приглядывайся, присматривайся, понимай, что потребуется время, нужны усилия какие-то. Все возможно, все возможно. Любой справится, все просто, потому что все просто. Все на самом деле просто. Единственное, что нужно, нужно понять, как это работает. И вот эти первые дни, часы, недели, месяцы, человек, который устоит, который нащупает правильную модель, который поймет, что только количество людей, которых ты пропустишь через себя, в единицу времени определяет. И еще при правильных действиях, при правильных словах определяет, будешь ты успешным или нет. Если ты быстро начнешь и избавишься от непонимания, от неопытности, наработаешь навык нужный, тогда ты победишь. Желаю тебе удачи. Всего доброго. До свидания.